И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем играть в игру под названием Universe Sandbox 2. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрим интересный мод, который мне прислал, и кстати, он же его и создал мой подписчик Арсений Касьянов. Кстати, у него есть собственный канал на YouTube, так что все ссылочки я оставлю в описании, заходите, подписывайтесь. Парень, кстати, тоже снимает интересные видосики, эпизодики по космической тематике. Также ссылочка на мод будет в описании под видео. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим этот мод, он довольно-таки интересный. Так, сейчас подожди, мы его найдем. Так, друзья, заходим в мои симуляции, и вот мод Арсения. Давайте посмотрим его. Это мод, который добавляет, ну, знаете, да, что у нас есть самая ближайшая к нам звездная система. Это Альфа Центавра, до которой всего лишь каких-то 4 световых года, блин, ну, всего лишь, конечно, всего лишь звучит, как такая маленькая песчинка, да, но на самом деле 4 световых года это достаточно далеко, и, блин, это не ближний свет, я тебе скажу. Короче говоря, давайте посмотрим. Смотрите, вот у нас есть такая планета, значит, Альфа Центавра АБ, типа земной, да. Насколько мы знаем, что Альфа Центавра это тройная звездная система, давайте тогда удалимся, посмотрим ее вообще. Тройная звездная система, которая состоит из таких звезд, как Центавр А, Центавр Б и маленького карлика Проксима. Ну, что могу сказать по Центавру А, то, что эта звезда практически как наше Солнце, то есть это желтый карлик, и он имеет все такие же свойства, как наше Солнце. Так, ну давайте приблизимся сначала к нашим Центаврам, посмотрим вообще, что они там из себя представляют. Так, Центавр А, я хочу к нему перелететь и посмотреть, но, блин, почему-то я не наблюдаю, здесь Арсений, по-моему, поставил у нас только одну звезду Альфа Центавра А. Так, обзор, давай посмотрим, температура на поверхности 5790, светимость, да, практически это одно Солнце, возраст 6 миллиардов лет, ну, Центавр А, по-моему, немножко старше. Так, скорость период вращения, орбитальный период, так, ну, по составу понятно, это у нас водород. Так, ну что же, ладно, подожди, ну, может быть, Центавр Б и Проксима где-то есть, может, я немножко не проглядел, а, вот, да, посмотри, да, точно, точно, есть у нас Альфа Центавра Б. Давайте перелетим к Центавру Б, и что мы здесь увидим? Так, что вообще? Подожди, мне нужно посмотреть обзор. Так, обзор, масса, 950 Юпитеров, температура, ну, такая же практически, как у Солнца приближенная, да? А, подожди, а где у нас Проксима? А, вот Проксимы, кстати, не хватает, по-моему. Проксимы нету. Ну, ладно, не суть, не важно, как говорится. Мне хочется больше всего, конечно, посмотреть вот на Альфа Центавру. Значит, АБ, то есть планета земного типа. Что у нас здесь? Давайте посмотрим по обзору. Так, радиус... Подожди, я стой, нужно запустить время. Радиус у планеты 5758 километров, плотность 536, температура 23 градуса на поверхности. Возраст... А, ну, подожди, симуляцию уже мы только запустили, да, я так понимаю. Так, скорость 26 километров в секунду, по-моему, немножко преувеличено, чем земное. Период вращения 16 дней. То есть это полный, наверное, я так понимаю, оборот. Вокруг... Я не понимаю, подожди-ка, вокруг Солнца, что ли? Да, вокруг Солнца за 16 дней всего круто. Орбитальный период 1-1,5 года, короче говоря. Прикольно, классно. Так, состав. Что у нас? Вода. Ну, вода есть. 0,310. Немножко преувеличено, по-моему, на Земле. Чуть поменьше. Так, водород. Водорода нет. Силикаты, твердое вещество. Да, ну, вот здесь я вижу, так хорошо, в принципе, проработано. Видишь, да, материки какие-то. Ну, я не знаю, правда, это какие-то, как правильно выразиться, наверное, какие-нибудь экзотические, да, материки. Блин, я не знаю, что там. Какая растительность? Какая-то красная растительность, блин. Здорово. Так, климат, климат, климат. Так, что у нас по давлению? Давай поставим атмосферу. Чуть-чуть, немножко меньше, да, 0.982. Ну, это, в принципе, ничего страшного. Понижено чуть давление. Так, углекислый газ. Углекислый газ, теплоемкость воздуха. Ага, ага. Ну, все, в принципе, хорошо. Так, я не помню, где можно посмотреть полностью. А вот сходство с землей. Да, вот сходство с землей, смотри, 95,9%. Прикольно. Вероятность жизни 52%. Ну, в принципе, в принципе, здесь, да. Я думаю, вот это вот, такие красные оттенки на этой планете, они все-таки, это какая-то, наверное, растительность. Кораллы, может быть, я не знаю, что это может быть. И, посмотри, самое, что прикольное, это у нас есть кольца у Центавра АБ. Здорово. Так, давайте магнитосферу посмотрим. Так, магнитосфера почему-то у нас не отображается. Да, печально, но ладно, ничего страшного. Короче говоря, вот такая вот у нас планетка. Возможно, возможно, как говорят ученые, вокруг Центавры, Альфа Центавра А, да, то есть, есть планета, нет, ну, как бы планета там есть, но, возможно, как они говорят, что там есть жизнь. Не знаю. Так, знаешь, что я хочу? А вот, стой, Проксима, да ладно, ты есть. Блин, я тебя не заметил. Да, Проксима Центавра, есть, здорово. Маленький красный карлик, да. Так, ладно, давай-ка, я знаешь, что хочу сделать? Вот, я сейчас хочу добавить планету нашу Земля, расположить, наверное, вот так же, примерно, от Альфа Центавра А, и чтобы оно двигалось хаотично в планете Альфа Центавра А, Б, и посмотреть, вообще, будет ли существовать жизнь здесь. Если бы здесь была бы Земля, допустим, да, давайте расположим Землю, и вообще, мне интересно, она не улетит никуда, или она останется здесь. Так, светимость Центавра А нам позволяет. Так, всё хорошо, прекрасно. То есть, позволяет видеть всё, все материки. Не тусклый свет, хотя нет, хотя, по-моему, немножко тускловатый. Красный оттенок, я не знаю, от чего падает, от Проксима Центавры. Да, наверное, скорее всего, от Проксима Центавры такой красный оттенок падает на ночную сторону Земли. Такс, ну, давай немножко ускорим время. И посмотрим, что будет с Землёй вообще. Так, что у нас по климату? Климат, температура. Температура, вроде бы, как бы не особо изменяется. Ну, там упала, не знаю, на полградуса каких-то. Так, а что у нас по движению? По движению. Я не знаю. Земля, я думаю, стой. Так, надеюсь, она не упадёт на Альфу Центавра А. Состав. Так, климат. Климат 13,3 градуса. В принципе, пока ничего не изменяется. Ну, на 1 градус у нас температура изменилась. Состав. Так, вода у нас... А, то есть здесь на Земле у нас 0,226% воды. То есть на планете Центавра АБ, да, воды, конечно, немножко побольше. Материки больше затоплены. Так. Движение. Что у нас по движению? Орбитальный период. А, подожди, стой. Это у нас... А, нет, это Земля. Всё правильно. Вот Земля. Орбитальный родитель Альфа Центавра. Ого. То есть мы стали Луной, что ли? Прикольно, слушай. Орбитальный период полтора года. Ну, в принципе, да. Всё то же самое стало сравнимо с Центаврой АБ. Так, ну, а что у нас по... Вообще, период вращения у нас 23 часа. Ага, хорошо, ладно. Ну, я смотрю, знаешь, что здесь, возможно, такая зона, наверное, обитания всё-таки находится, да. И если бы здесь гипотетически существовала бы вот эта вот планета, да, Центавр АБ, то я думаю, что жизнь на ней могла бы быть. И это очень круто, я тебе скажу. Это классно, да. Ну, я не знаю. Давайте немножко перемотаем. Давайте увеличим скорость, я не знаю, там, до 23 дней в секунду. Подожди, стой. Можно больше, наверное, даже, да? Ого, подожди. 1286 лет. Секунду. Нет, по-моему, нет, скорость у нас почему-то не ускоряется, блин. Да, скачет один день, 28 дней. Но, так, состав. Климат. Да, немножко температура, конечно, немножко упала. Немножко упала. Так, 10,5 градусов. Все-таки, наверное, скорее всего, Центавра А не особо, знаешь, она так все-таки согревает, согревала бы нашу Землю и не так согревает, наверное, Центавр АБ. Подожди, давай посмотрим здесь. Температура 15 градусов. Нет, ну, не особо, конечно, она упала. Так, а что у нас по вращению? Мы, наверное, будем, знаешь, хаотично как-то то приближаться, то отдаляться. Хотя нет. Хотя нет, все прекрасно. И, возможно, здесь, блин, можно жить и все нормально будет. В принципе, это классно. Да, ну, такой вот интересный модик. В принципе, здесь можно построить вокруг Альфа Центавра всю солнечную нашу систему. И, блин, это, наверное, будет выглядеть просто великолепно. То есть, ребята, качайте модик. Ссылочки все в описании. Вот. Ну, что ж, друзья. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Обязательно пальчик вверх, подписочка на канал. Жмем колокольчик, дабы не пропускать новые видео. Всем пока-пока.